Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость касается полномочий, которые могут применять налоговые органы при проверке декларации по НДС. Именно данный вопрос был рассмотрен ФНС России в своем письме, реквизит которого вы видите. Из текста письма, как видите, ФНС России перечислила те полномочия, которые могут применяться в отношении контрагентов проверяемого налогоплательщика. И, как указывает ФНС, это необходимо для сбора наиболее полной информации, позволяющей сделать вывод об обоснованности, либо необоснованности получения налогоплательщикам налоговой выгоды. Но здесь, прежде всего, имеется в виду вычеты по НДС. И в перечне статей, которые называются ФНС, обращает на себя внимание статья 92. НКРФ – это полномочия по осмотру помещений. Но в целом осмотр помещений до недавнего времени – это полномочия реализовывалась исключительно в рамках выездной налоговой проверки. Но были внесены изменения, и с 2015 года возможность осмотра помещений допускается при проверке деклараций в рамках камеральной проверки, прежде всего, деклараций по НДС при определенных условиях. Но все толковали эту статью как осмотр помещений именно налогоплательщика, чью декларацию в рамках камеральной проверки и проверяют. Однако ФНС России расширяет это понимание и указывает, что осмотр помещений может быть как в отношении налогоплательщика, так и в отношении контрагента. Отмечу, что, в принципе, это разъяснение, оно, безусловно, спорно, и специалисты также отмечают спорность такого разъяснения. Но думаю, что окончательную позицию по этому вопросу будет вырабатывать Верховный суд Российской Федерации, ну а до этого будет формироваться практика по округам. В любом случае, как налогоплательщикам, так и контрагентам следует учитывать, что налоговые органы могут попытаться реализовать полномочия, которые предусмотрены статьей 92, то есть попытаться осмотреть помещение не только налогоплательщика, но и его контрагентов. На этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.